Штаб по комплексному развитию региона начался с награждений. Два ульяновских сотрудника Управления гражданской защиты Ульяновска в минувшие выходные не позволили двум женщинам утонуть. Спасатели Владимир Ульянов и Дмитрий Васильев получили из рук главы региона благодарственные письма. Их также представят к наградам правительства Ульяновской области. Однако за прошлую неделю утонуло пять человек. Русских просил ужесточить меры. Если нужно какие-то дополнительные щиты установить, если нужно ограничить продажу спиртных напитков, то тоже надо посмотреть, потому что в основном тонут состояние алкогольного опьянения. В регионе продолжает преобладать иранский циклон. Отсюда нормальная жара и большое количество лесных пожаров. Только за минувшую неделю пять возгораний. Глава региона просил и здесь держать руку на пульсе. Обращаюсь в первую очередь к главу муниципальных образований. Прошу взять данный вопрос на особый контроль. Служба лесной охраны и служба арендаторов лесных участков повышенной готовности. За текущую неделю по вине лесного хозяйства возгорание объектов экономики и имущества населения не допущено. На штабе анонсировали предстоящие поправки в указ о повышенной готовности. Речь про ужесточение антиковидных мер. За последние сутки 117 новых случаев заболевания. Много среди детей до 6 лет. Локдауна не будет, заявил Алексей Русских. Однако работу детских комнат в торговых центрах принято отменить. После полуночи и до 7 утра закрыть развлекательные заведения и рестораны. Теперь все массовые мероприятия проводятся с количеством участников не более 50 человек. То есть как, соответственно, проходят и под крышей, так и на улице. Пока работа музеев, библиотек, театров, фитнес-центров продолжается в действующем режиме при соблюдении очень строгих рекомендаций Роспотребнадзора. Глава региона просил опросить экспертное бизнес-сообщество в части создания свободной зоны от COVID-19. Туда планируют пускать те, кто вакцинировался. При этом маски и перчатки не потребуются. Закрываться после полуночи тоже будет не нужно. Глава госкорпорации развития предпринимательства Руслан Ганединов представил сервис по подаче сведений работодателям Оперштаб для получения сертификата ковид-безопасности. В связи с вступлением в силу уже указа губернатора мы понимаем о том, что необходимо будет подавать сведения ни голубиной почты, ни на бумаге, ни в одно министерство, ни в штаб, а в один ресурс, open business, на этом портале, на котором находится, можно зайти и легко с любого мобильного устройства заполнить необходимые требования и необходимые данные. На штабе также подняли тему гибели пчел в ряде районов области. Так, на прошлой неделе в Чердаклинском районе погибло 174 пчелосемей по причине обработки цветущего рапса. В подсобных хозяйствах Майнского района из-за пестицидов пострадали 22 пасеки. Урон понесли и пчеловоды Вишкаемского района. Сельскохозяйственной трагедии можно было бы избежать, если бы пасечники попросту были проинформированы. Многие в силу возраста не пользуются гаджетами, где и пишут о предстоящих обработках. Но есть еще одна проблема. Что мы видим на сегодняшний день? В первую очередь, основная причина и проблема. Многие пчеловоды на сегодняшний день не регистрируются и не идентифицируют себя как пчеловоды. 42 пчеловоды пострадали. Из них только 11 пчеловодов имеют на сегодняшний день регистрацию. Значит, об этих 11 пчеловодах, соответственно, мы знали. Русских поручил легализовать деятельность пасечников, чтобы не было незаконного предпринимательства. Не обошли на штабе еще одну больную тему. Водоснабжение Шеевки и Шиловки, где люди без воды уже которую неделю. По отчету главы Ульяновского района Сергея Горячева, в выходные в Ишеевке работало три машины по довозу воды. Сейчас идет работа по нормализации гидравлики сети, ставятся заслонки. Однако на самых цитатах горячих и тяжелых улицах люди до сих пор без воды. Глава региона по прямой связи пообщался с жителями рабочего поселка. Почему тогда, когда приезжает телевидение, получается, приезжает губернатор или дает возможность выступить, у нас начинает появляться вода. Вот мы хотим как-то вот по графику, чтобы она нам давалась. Мы понимаем, что то, что у нас не хватает, вот здесь вот заборных башен, что они строятся. Мы это все тоже понимаем. Ну, график воды же должен быть исполняться. Понятно, что ситуация очень сложная. Она не только в вашем районе, она в целом по Ульяновской области. Системные решения мы принимаем. Конечно, на это требуется время, так вот быстро не решить. Но по графику подачи, по качеству, я думаю, это вполне по силам. Глава тут сидит, слышит нас, кивает, что, я так понимаю, понимает, что с его стороны большие есть недоработки. Алексей Русских также попросил взять этот вопрос под личное наблюдение, исполняющего обязанности министра энергетики, ЖКХ и городской среды. Просит, чтобы Александр Черепан отсчитывался по ситуации с водой ежедневно, утром, днем и вечером. Принат Алиулова, Данил Сурков, Улправда ТВ.